привет дорогие друзья с вами светлана наконец-то я собралась для того чтобы показать вам свои вышивальные итоги за июль 2019 ну так сложилось что не смогла я сразу в конце июля снять видео но тем не менее и так вы видите сейчас мою главную работу мой главный финиш июля по сути дело он был единственный финиш моя любовь моя гордость это готовая работа от фирмы dimensions из gold collection называется winter cabin или зимняя хижина зимний домик как угодно можно называть зимние олени просто олени в общем работа в которую я влюбилась о которой у меня есть целый плейлист вы можете его увидеть в ссылках я оставлю в общем я снимала поэтапно отшив этой работы есть у меня большое видео с готовой работой ну что тут говорить красивая прекрасная очень мною любимая знаете когда влюбляешься в новинку от dimensions еще на стадии анонса когда показана небольшая картинка из каталога но это о многом говорит и потом дождавшись этот набор ты с огромным вдохновением его вышиваешь и ну собственно он мне не надоел вышивать я начала его 22 мая и закончила 24 июля конечно у меня были дни не вышивальные абсолютно по этому дизайну но вы видите два месяца вполне себе неторопливо можно эту работу вышить можно ее вышить и быстрее при желании как говорится тут уже все в наших руках и так немного об этой работе 34 цвета из них было всего лишь 6 блендов основа этого дизайна 16 серая аида очень приятная ткань очень мягкая она оказалась для меня это стало небольшой неожиданностью потому что ну честно говоря я привыкла уже что у дима вся канва дубовая я не поклонница дубовой канвы но все равно вышиваю на ней не не заменяю ну зачем менять и есть она в наборе есть слава богу но здесь меня канва порадовала были моменты когда я вышивала и в два прокола она это позволяет абсолютно свободно но после стирки она вот во время стирки становилась очень очень мягкой и я немножко испугалась но когда она высохла она об снова приобрела свою прежнюю структуру в общем все нормально крестики все нормально на ней выглядят полукрестики тоже полукрестиков здесь достаточно но я хочу сказать что все-таки большая часть здесь это две трети где-то крестики для тех кто любит димовский полукрест здесь особо негде разгуляться ну потому что вот честно я люблю да вот здесь вы видите источник вот это водоем и небо сумасшедшими оттенками здесь конечно полукрест рулит но для меня лично он пролетел очень быстро я люблю вышивать полукрестом ну и крестики тоже были интересны вот на и на домике на елочках и французские узелки и бэкстич в общем здесь есть практически все за исключением того что любит дим тоже очень сильно использовать это кординг коучинг вот этих вещей здесь нет лэйзи дэйзи тоже ну только бэкстич и французские узелки из украшательств в готовом виде эта работа обещалась нам 38 на 25 сантиметров у меня она немножко подсела чуть-чуть поменьше там 37 с копейками получилось ну это не суть важно получился такой достаточно стандартный димовский голд и по размерам в крестиках скажу 240 на 160 крестиков ну в общем потрудиться есть на чем работа не маленькая но и не какая-то супер огромная это вам не хает это просто хороший димовский голд кстати для меня этот гол димовский стал номером двадцать шестым но так вот потихоньку я считаю не все димовские работы а именно димы димовские голды в общем очень рекомендую этот дизайн для тех кто кто любит дименшенсы для тех кто любит вышивать зимние сюжеты потому что здесь очень много синего цвета здесь очень много голубых оттенков вот на этом синим массиве и я даже иногда засыпала очень много мест которые вышиваются вот буквально огромными-огромными кусками схема проработана великолепно она достаточно крупная покрупнее чем стандартные димовские димовские схемы в общем очень приятно мне было по ней вышивать но опять же девочки учтите что мое мнение субъективно я яростная фанатка дима я просто понимаю его схемы я люблю дим я я понимаю логику разработчиков его схем то есть для меня это конечно этот дизайн стал настоящим подарком ну для тех кто не любит бэкстич потерпеть придется вот только наверху там ветках деревьев но все равно бэкстич здесь весь счетные он вышивается по клеточкам легко и что приятно нету такого что там нужно сделать там три стежка бэкстича в одну нить потом в два сложения нет такого здесь нету все достаточно просто логично и аккуратно ну вот олени мне тоже порадовали потому что на картинке они получили получались какими-то невзрачными но на самом деле посмотрите как они выглядят на них и тени играют и в общем то ну они живые хотя по размерам относительно всей картины они небольшие здесь они не главные персонажи ну вы видите да здесь очень много всего и домик и елки ну и тем не менее даже такой маленький кардинал он тоже привлекает внимание ну в первую очередь конечно своей яркостью казалось бы немного красных крестиков и готов такой характерный птиц товарищ но это изюминка этого дизайна и безусловно душой этого дизайна мне кажется является вот этот домик он такой радостный и встречающий своих гостей а задний план вот эти лесные заросли это просто вообще что-то с чем-то я люблю вот вот эти вот полукресты у дима какими он передает леса горы небом ну очень люблю этот дизайн и скажу вам что скоро вы увидите его и в оформленном виде потому что я сама с нетерпением жду эту работу из багетной мастерской друзья ну а чтобы показать вам свой следующий проект над которым я ежедневно работаю мне пришлось перенастроить штатив поставить его очень высоко потому что этот дизайн очень и очень не маленький но вы видите что это бисер это бисерный проект по набору который мне предоставил александра токарева называется краски летнего дождя хотя на самом деле здесь все-таки изображена осень но как называется так и называется вы видите превью немножко у меня она уже такое поюзанное это лист а4 вы видите сколько этих листиков наверное уже больше чем 3 помещается в моей работе вот я его убираю и теперь вы видите то что у меня получается дизайн будет действительно большим по горизонтали это 300 стежков а по вертикали почти 300 283 в общем почти квадратный дизайн я вот прям спецом сейчас померила его сантиметром ширину получается не 55 даже как заявлено вот на наборе а 57 сантиметров вышивается он на мягкой аиде на ней мне очень удобно вышивать 14 каунта и всего в работе задействован на 50 цветов чешского бисера пресиоса кстати бисер мне очень нравится он качественный сейчас у меня пришита ну очень много сейчас я сделала сколько 171 ряд у меня сейчас сделан по 300 крестиков и вот из всего этого массива бисера сколько пришита мне но если с десяток бисеринок попалась некачественных либо с узким отверстием либо там может быть какой-то формы не такой это все это максимум потому что в остальном у меня никаких проблем с бисером нету и очень приятно он вышивается этот дизайн я вышиваю ежедневно по утрам встаю утром вышиваю его за столом на кухне пока все спят никто мне не мешает соответственно я могу спокойно разложить свой проект у меня организация выглядит очень просто вот в такой большой коробке из фикс прайса которая так вот открывается немножко она гремит вот я утром стараюсь ее потихоньку открывать здесь у меня лежит все ну это коврик автомобильный держатель для телефонов которые на которые я выкладываю бисер органайзеры из набора их здесь пять они все подписаны некоторые вот номера уже стерлись и значки но я помню их уже наизусть мне советовали вот скотчем их закрепить чтобы не стиралось но в общем я их выучила и мне уже в общем лень мне это делать если быть точным нитки из набора которыми я пришиваю вы сейчас видите я не знаю сфокусировалась до сфокусировалась вот такие нитки это вроде бы как кировские нитки ножницы точилка для карандаша карандаш я использую для того чтобы подчеркивать ряды в этом схеме в бумажной и здесь еще запасная иголка но вот запасная иголка оказалась не очень хорошей я ее начала вышивать и оказалось что у нее ушко немножко толще чем та иголка которую вышиваю я сейчас чуть-чуть совсем но уже некоторые бисеринки она не пропускает в общем вот такая у меня нехитрая организация процесса вышиваю я по рядам то есть делаю рядок слева направо потом справа налево ничего особенного сейчас я закончила вот эти вот все листы это 12 листов схемы которые я закончила ну по сути дела я вот вышиваю по рядам один ряд у меня состоит из 6 листов вот сперва у меня были закончены вот эти листочки и вот недавно совсем неделю назад где-то я завершила и вот эти вот все ряды видите у меня подчеркнуты здесь у меня даже обозначены месяца когда я начинала вот в общем в месяц у меня получается где-то 30 или 31 ряд сейчас мои листы выглядят вот так они только у меня начались вот я подчеркиваю рядочек на этом листе выкладываю бисеринки по ключу пришиваю их потом беру следующий лист опять подчеркиваю тот ряд который вышиваю выкладываю пришиваю и так далее последний листик он здесь такой поуже и в общем у меня осталось вот этот вот этот ряд вот эти листы вышить и еще вот такой вот лист еще останется здесь все листы будут вот такого плана совсем немножко но я подсчитала где-то к концу ноября я должна завершить этот проект если буду его вышивать ежедневно ну в том же ритме что и сейчас по 300 бисеринок в утро на утром вот ну когда бывает у меня не получается вышить 300 бисеринок да или вообще не получается утром вышивать или в какой-то день не получается я потом нагоняю знаете как не делаю сразу за за следующий раз два ряда а допустим делаю ряд и еще один листик и так несколько дней ряд плюс один лист и так я нагоняю то что я должна была сделать допустим в предыдущее время вот сейчас я подниму и буду показывать вам не знаю конечно бисер очень сложно и фотографировать и снимать на камеру и сейчас я вот его держу это тоже очень и очень непросто вот такая яркая картина да забыла сказать что эта работа сделана по картине грузинского художника Давида Мартиашвили у него очень яркие работы в такой вот технике выполнены и мне показалось что вот именно для разработок Александра Токаревой эти картины неплохо подходят потому что ну здесь вот такой стиль какой-то вот да вот они немножко пятнистые дома немножко облезлые вот такие резкие маски красок и в общем то неплохо это передается в бисере конечно если бы это вышивать в крестики мне было бы очень сложно и вряд ли бы я решилась вышивать вот такого типа схемы ну их как называют еще многоцветки но здесь не такая уж и многоцветка всего лишь 50 цветов но тем не менее схема конечно если для крестика то замороченная а для бисера какая разница я все пришиваю одной ниточкой и у меня никаких проблем не возникает по-прежнему я вышиваю с удовольствием вот поверьте мне это для меня как бы вот такая утренняя бисерная медитация пока я пришиваю бисеринки я обдумываю план дел на будущий день или что-то еще думаю в общем это приятный процесс который немножко отвлекает от крестиков ну конечно как истинным любителям крестиков бисер мне крестики вряд ли заменят еще раз покажу да где я сейчас это вот если ориентироваться по синему балкону вот чуть ниже синего балкона то есть уже больше половины работы у меня и сделано не получилось у меня снять вот отдельное видео по этому процессу просят еще показать как я пришиваю бисер но для меня это просто немножко технически сложно потому что я не вышиваю ни на рамах ничего не использую вот как сейчас вы видите работу так я с ней работаю вот начну пришивать с этой стороны бисер и здесь конечно очень большой массив отшитого я этот массив просто скручиваю вот так в рулончик вот таким образом ну сейчас на камеру не так может быть это у меня вот дохожу до того места где мне вышивать уже рулон такой немаленький держу его и в два прокола пришиваю бисеринки вот таким образом когда я дохожу до края то с того края мне проще вот этот весь массив бисерный он у меня лежит на коленях я сидя вышиваю за столом и вот это лежит на коленях тот массив тоже лежит на коленях а это я просто приподнимаю и тоже в два прокола пришиваю вот эта мягкая канва она просто идеальна вот как по мне для бисерных работ она податливая иголка через эти большие дырочки очень хорошо проходит в общем ну мне нравится и если бы мне не нравилось поверьте я бы не продолжала эту работу но самое главное мне еще очень приятно что мои домашние восхищаются этой работой в отличие от моих крестиков крестиком они привыкли они знают это для них это не удивительно а вот вот этот эффект бисера вот эта яркость ощущение вот этой прохлады его блеск в общем очень нравится и моей маме когда она в гости приезжает и детям и даже муж так посматривает с интересом в общем буду продолжать если буду продолжать в том же темпе то концу ноября уже смогу похвалиться готовой работой следующий мой проект который очень мало к сожалению у меня вышивался в июле ну что с греха таить вышивала я его в самом начале буквально дней пять может быть и тоже понемножку но так получилось это вдохновение это настроение еще какие-то факторы не важно в любом случае рано или поздно мы все равно все свои процессы завершим это мини голдик от дименшенс маячок под кодовым названием у меня с повалившимся забором очень красивая разработка мечта загадала я на ней на него желание которое не должно сбываться быстро и нет это не желание на рождение ребенка нет у меня двое детей достаточно еще котик появился в общем пока что хватит но тем не менее маячок очень красивый вы видите что добавилось у меня здесь ну если кто помнит а кто не помнит я просто напомню скажу вот этот вот берег песчаный да у меня было вышито небо и собственно все и вот совсем немножко я повышевала берега чуть-чуть у там забора чего-то вот так вот и мне пришлось его отложить я уехала уже каждый день не вышивала это тоже у меня был процесс который я вышиваю каждый день понемножку там по по ниточке даже вот совсем совсем чуть-чуть и вот видимо отъехав и не взяв его я как-то оторвалась от него и вот не стала продолжать думаю продолжу его в августе но посмотрю как по настроению опять же он мне по-прежнему нравится и еще я благодарю зрительницу свою которая мне написала в комментариях что я сделал ошибку ну ошибку поправимую она вышивала его тоже и полукрест вот здесь белым цветом он должен вышиваться ник не полукрестом а крестиком в три нити представляете вот как здорово что мне указали на эту ошибку я обязательно ее исправлю просто пройдусь в три нити в другую сторону и у меня получится крестики вот как я могла вот это пропустить смотрите здесь же схеме все четко кросс стич крест вот он пожалуйста белый цвет значок джей в три нити крестик света но видимо у меня вот уже вот этот замыленный взор я привыкла что если в три нити то это скорее всего полукрестик но в полукрести этого значка нет ну вот так вот ошиблась и слава богу что у меня есть зрителей что я снимаю видео на youtube и вот так вот мне показали и я теперь смогу исправить потому что действительно я посмотрела вышитые работы и вот этот белый цвет в принципе можно и оставить не критично но он выглядит более эффектно когда здесь сделаны крестики в три нити у облаков такой какой то получается объем вот этот бок белый он высвечен выделен и кажется что они вот такие вот пухнатенькие вот выделяющиеся а здесь у меня более такой нежный акварельный эффект ну он в принципе тоже имеет место быть но мне нравится все таки так как есть у дима но на обложке это вот кстати не видно потому что здесь и за фото шоплена немножко засвечена в общем но поверьте мне я посмотрела готовые работы и действительно крестик в три нити делает эти облака более эффектными в общем буду исправляться буду делать обязательно крестики вот такая я ортодоксальная димоманка я действительно не сторонница когда у димэнсен что-то лично мне изменять ну другие ради бога изменяйте но лично я не хочу мне нравится у дима именно ну в 98 процентов в случаях так как разработана схема изначально но схема здесь неплохая это у меня набор китайской комплектации в общем то очень удобно и хорошо над ней работать главное как говорится чтобы было время давайте покажу вам теперь следующий мой процесс это хэллоуин квакер квакерский мой хэллоуин от лила студио дизайн который вышивался у меня очень мало совсем по чуть-чуть в час по чайной ложке как говорят но тем не менее результат есть я вышила загорелись у меня свет в окошках вот этих домиков и появилась надпись с ведьмочкой хэппи хэллоуин и вот эти четыре ворона и вот украшение рядом с ними плюс летучая мышка ну вот так должен выглядеть дизайн вот и черный котик как раз подошел потому что знает здесь будут и черные котики посмотрите вот здесь котик будет а здесь целый веночек из котиков ну в общем да это это этот сэмплер теперь для меня стал абсолютно тематическим ну жулик покажись покажись вот в общем вышиваю я полностью материалами по ключу здесь у меня ньюкасл сорокового каунта ручного крошения и называется цвет мерки темный жулик иди-ка поиграть теперь там и вышиваю я нитками тоже по ключу тут классик color rocks нитки ручного крошения и есть 310 цвет это черный цвет ДМС но пока жулик ушел я вам покажу поближе крестики очень маленькие это вот я вот вам показываю увеличенное а на сороковом каунте соответствует 20 аиде крестики вышиваются в одну нить вот здесь у меня на ведьмочке даже сделан бэкстич и вот сейчас на шляпе видите хорошо как видны переходы нитка одна и та же а вот благодаря такому секционному украшению да где-то темнее где-то светлее крестики естественно для этого эффекта я вышивала крестик за крестиком ну вот летучие мышки в общем все-все здесь в сборе получается очень классный сэмплер ну и черного котика вам так вот так вот все в тему знаете я сейчас шучу говорю если я раньше маскировала метлу под веник котел для зелий под кастрюлю то теперь мне уже не отвертеться черный котик черный котик есть а вот еще один процесс да да я не оговорилась это именно процесс который был у меня начат в июле 15 числа но я его завершила в начале августа второго числа кажется потому что сейчас у меня август и приходится вам показывать не процесс а уже готовую работу это дизайн анны петуновой который я вышивала в совместники совместнику друзья мои у нее еще продолжается он начался 15 июля можно вступить в любой момент схема выдается бесплатно фрагментами мы вышиваем фрагмент отсылаем готовый результат Анна высылает следующий фрагмент схемы и если до 15 сентября вы успеваете вышить всех фрагментов их всего лишь 6 то схема у вас получается вы получаете бесплатно а уже если не успеваете дошить придется схему купить в общем если у вас есть желание вышить такой же маковый веночек я оставлю ссылку в группе группы анны можно присоединиться в этот совместник на любом этапе все зависит от вас скажу что этот венок вышивается очень легко ну если он вам естественно нравится если эти цвета вас радуют ну как меня так очень я его начала чуть-чуть повышевала потом мне пришлось все-таки прерваться потому что я заканчивала свою зимнюю хижину и тут у меня тоже был другой драйв мне хотелось побыстрее закончить такой большой проект поэтому пришлось немножко отложить его но потом когда я к нему вернулась оторваться не могла каждый день отсылала готовые фрагменты и получала уже следующий фрагмент этапы схемы значит по этому венку здесь он вышивался у меня нитками дмс по ключу всего использовано 25 цветов из них три бленда есть в этом веночке практически нет бэкстича он есть вот какие-то линии вот здесь вот на бабочки на одной и на другой тельце и усики и как вы видите 4 французских узелка то ах нет не 4 обманываю есть еще французские узелки в самих маках но они такие органичные в принципе можно вышивать их и бисером тоже будет интересный эффект ну я вот делала их по схеме но только делала в 2 на виво кажется чтобы они у меня были по потолще по рельеф не поинтереснее остальное здесь просто просто идет крестик основу я взяла новую для себя я ее получила как раз вот в июле на пробу покупала и сразу же вот в этот же день как посылку получила у меня отпало сомнения на чем вышивать этот венок потому что поначалу мне хотелось взять какой-то необычный цвет может быть бледно-голубой там может быть бледно-зеленый но потом я так подумала что все маки мне больше всего лично мне нравятся на белом цвете потому что вот этот вот красный огненный горящий как будто изнутри свет он эффектнее всего всегда смотрится на белом поэтому вот этот вот его цвет беленого льна у нее как по мне идеально подошла 28 каунт который мне позволит сшить из этой этого дизайна подушку я хочу ее оформить в подушечку такая подушка будет украшать мой дом размер получился 25 на 27 сантиметров это вот если мерить вышитые части конечно здесь будет добавлен воздух поэтому подушечка такая будет не маленькая не миниатюрная в крестиках дизайн 153 на 155 крестиков но вы видите что здесь огромное поле не зашитого пространства поэтому размер пусть вас не смущает венок вышивается очень легко и быстро конечно когда я подобрала по ключу палитру вот организованно у меня процесс был вот в такой коробочке это коробка в технике картонаж от моей землячки Юли Киреевой у нее кстати есть канал на youtube я оставлю обязательно ссылку и ссылку на ее группу по картонажу классная очень удобная вещь для организации проекта вот здесь вот такая вот у меня штука кстати мои новые ножницы от ДМС пардон тоже послужили в этом проекте они такие с красноватым оттенком в общем как и положено так вот о чем я я когда подбирала нити посмотрите это по ключу нитки голубые какие-то синие да вот такие оттенки ну ладно вот эти вот мятные еще туда-сюда но все равно тоже интересные очень интересно Анна подобрала цвета для этого венка или вот маки маковая палитра то есть от какого-то безумно яркого оранжевого до бледно-розового ну такого розового да вот такого розового и все они вот отдельно они не сочетаются а вместе создают эффект просто вот обалденный да и это всего лишь при использовании трех блендов ну посмотрите да вот оно же и в жизни так у мак у них листья тонкие но яркие и на солнце они играют и переливаются да вот от какого-то темно-красного до нежно-розового какого-то даже персиковые оттенки ну в общем очень интересный эффект получился ну и в листьях видите вот эти синие цвета они тоже прекрасно ужились вот здесь да и получилась очень гармоничная работа ну я очень довольна вышивала я этот венок на пяльцах тоже было удобно такие пяльцы обычные которые мне легко использовать они чуть-чуть побольше чем нурги пяльцы поэтому я и выбираю их для таких проектов где очень быстро вышиваются какие-то фрагменты ну как я уже говорила этот венок станет у меня подушкой надеюсь я не буду затягивать ее оформление ну подумай я сейчас думаю над задником вообще думаю над тем как ее оформить но к сентябрю я надеюсь что обязательно ее сделаю завершу и покажу обязательно вам вот и все мои продвижения в общем я считаю что июль у меня прошел неплохо одна готовая работа ну правда она была и начата еще до июля еще в мае в конце но тем не менее продвинула я и сэмплер немножко продвинула маяк бисерный процесс буду продолжать точно так же его продвигать то есть если в июле я продвинулась на 31 ряд то и август у меня тоже будет 31 ряд по количеству дней и вот конечно вот этот веночек ну абсолютно спонтанный процесс потому что я увидела что будет такой совместник влюбилась и сразу записалась и вот вам пожалуйста готовый результат уже следующего месяца это уже будет будут у меня итоги августа значит на август что август уже идет у меня полным ходом планы какие планы у меня продолжать продвигать понемножку сэмплер с хэллоуином продолжать маячок хочу я также реанимировать свою подушку черепашку от фирмы панна и я начала новый проект обязательно сниму видео сейчас не буду говорить какой потому что это тема другого видео но подскажу что это будет процесс от фирмы буцилла я подумала что вот три года исполнилось моему каналу а я еще ни разу не показывала не вышивала за эти три года буциллу хотя у меня вышиты уже три работы кардиналы и зимняя лисичка и бабочки от этой фирмы но вот за эти три года я ничего от буцилла не вышивала но надо это исправлять и вы все увидите уже очень скоро а на этом я с вами прощаюсь желаю мега вышивального вдохновения творите красоту ну а с вами была Светлана до новых встреч в эфире пока друзья до новых встреч